Безопасность превыше всего. В окружной госавтоинспекции подвели итоги дорожно-транспортных происшествий за прошедшие 11 месяцев. Наталья Дуркина продолжит тему. Превышение допустимой скорости нарушения правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного опьянения. Это далеко не весь список нарушений автомобилистов. В большинстве случаев из-за безответственного поведения на дорогах страдают не только сами водители и их автомобили, но и пассажиры транспортных средств. За 11 месяцев с текущего года на территории округа зарегистрированы 495 ДТП. Из них с материальным ущербом 475 и 20 ДТП. Это ДТП, в которых пострадали люди. Три человека в данных ДТП погибло, 21 человек ранено. По пострадавшим в сравнении с предыдущим годом идет снижение. Основными видами дорожно-транспортных происшествий стали столкновения, наезд на велосипедиста, пешехода, препятствия, а также съезд с проезжей части. Если обратиться к статистике по дням недели, то вторник занимает лидирующую позицию 5 ДТП. Следом понедельник три случая и четверг два. Самым аварийным временем признается период с 20.00 до 21.00 и с двух часов до четырех часов утра. Вот дома 59 по улице 60 лет Октября, в районе дома 80 по улице Юбилейная. На этих участках произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибло и получили ранения 9 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 26%. Ранения сократились на 21%. А вот число погибших увеличилось на 50. Сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения проведен анализ причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории региона. Основными причинами ДТП являются нарушение правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения. Окружная госавтоинспекция в очередной раз призывает участников дорожного движения с уважением относиться друг к другу. Необходимо помнить, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить чью-то жизнь и здоровье.